господи иисусе христе сыне божий помилуй нас у нас ежедневный отчет вот нам предложили создать такую тему считай номер 36 вопросы пожелания и события дня задавайте вопросы 16 0 1 это за 16 за вчерашнее число за субботу какие у нас тут были сообщения это далеко далеко не все взяли просто показывать буду по частям это как эпиграф взята кругом измена трусость и обман известная фраза последнего российского императора николая второго записаны в своем дневнике 2 марта 1917 года в день отречения от престола почему именно это беру потому что этим это как печать как проказа какая отмечена на русском народе даже не в интернете нигде не найдешь такого чтобы между собой так цапали схватали друг друга мусульман вообще этого нету там ездят а чуть-чуть вот но прямо поедают друг друга но разве можно так не праздник не пасха не и рождество отдыха никакого не дает им это все-таки повреждение духовное вчера друзья были нормально сегодня уже в интернете материалы против меня выставляют они еще еще не знают не знают но уже сказали сектант и а то и бросили зачем это нужно и вот я прошу помочь на каждый ролик мне ролики передают из контакта этом не бываю в одноклассниках администратор приносит посчитайте тут написано как и теперь выставляется здесь вы сами заходите на наш форум я просто покажу наш форум вот он где это где у нас форум наш вот он форм как он выглядит форум игноти лапкина заходите 1870 от разных тем очень и очень полная все что если ролики аудио и фотографии тут спорить абсолютно не о чем видишь он выйдет какой у меня голубь он тикари вывели голубят здесь у меня получается своя голубят я здесь и таких три больших с породистыми голубями вот доказательство то что вот он как вывелись маленькие голубятки даже мог бы показать этот он пошел клеет это ладно потом иначе я не успею просто показать вот я объявляю еще чтобы помогли дать краткое содержание роликов я пока показываю так не считаю говорить будут считайте сами где вот ну на каждый ролик какая минута где вот обязательно это указать надо и тогда я это все выставлю вот у меня тут есть один помогает николай поле он за это фамилия его не знаю но нужно несколько сделал таких где-то тут есть вот он так вы видите как вы делаете это уже за 32 показал вот одна минута 34 вот о чем говорится вторая минута просто посмотрите так вот как делать какая минута и сколько секунд раз нашел все дальше 31 смотрите сколько он уже сделал эти ролики берет а вы возьмите подряд другие видно что я на них выставляю на ролике вот этого там нету любую берите вот сколько он сделал за это время 30 том 30 том говорят вопросы вот она глядите это видно человек потрудился 29 до 29 но еще 1 не закончил вот она где-то вот коля николай даже другие уже коснулся вот двадцать восьмой я просто показать хочу как надо работать помогите потому что это полезно для всех я не успеваю совершенно не успеваю я в среднем провожу два голубя оба вылетели 14 16 сейчас я покажу голубя а то уже неделя прошла вот они какие это дикари потому что голуби болеют вертлячкой вот и они заболели тут у меня голуби много пропало породистых то но они здесь были последние дни то они не лечатся эта болезнь тогда я взял и беспородных попробовать на них повлияет или нет эта обстановка то говорят надо обрабатывать тут воздух на этих ничего не действует то есть надо закаляться лишь они какие еще глазки то открылись уже открылись они смотрят как ревнуют вот я сделаю они у меня будут это яйцо пытался подложить под них породистых но не вовремя вот яйца им ложишь они запачкали так она держала его и выпарить его вряд ли удастся уже положу на всякий случай я хотел чтобы они вывели беспородные породисты как у собак делается под беспородные кладут вот прошу помощи ну и дальше я ставлю вопросы некоторые не хотят чтобы их да и что-то там такие ставят и не фамилия и имя не поймешь я решил ставить просто вопросы говорят не могли бы вы прокомментировать еще один новый ролик в котором снова и усердно судят вас ну вот так называется человеку душевным и духовным вот так зарядите там найдете не могли бы я коротко отвечу а потом дальше в конце этого часа более подробно дальше 2 коринфянам 11 11 я отвечаю игла это игнатий лапкин почему же так поступаю потому ли что не люблю вас богу известно но так поступаю так и буду поступать а вы не исправляетесь то другое у вас не полное знание я не конкретно этим людям говорю их обоих уважаю они желают мне добра да благословитый господь то есть это искренние люди но чтобы для всех это было говорю не на них вообще объясняю почему я как поступал так и буду поступать у них ну далеко не полная картина человек смотрит только в окно и видит как паркуются машины и он дает отдельные советы как он знает как парковаться а другой смотрит в окно повыше на другую улицу и вид как машины едут одна другую обгоняет и вроде аварий никаких нету и он тоже дает совет как надо ездить но оба сидят в комнате не тот не другой никуда не ездил и они мне дают совет когда у нас машина в швеции сломалась мы выезжаем на трассу и она сдохла мы не можем с трассы свернуть мы не можем повернуть шведы английский язык никто не знает лес все-таки поднарядная движение туда и сюда двухрядка вот я беспомощность наша я не даю дельный совет как он может дать совета никакого я сравнение делаю вот на меня нападают а вы бы оболчали было бы лучше правильно если бы на меня нападали то но вы понимаете есть юридическое лицо еще есть физическое если на мне висит что-то то просто так я не могу отойти бросить они меня хлебещут я начальник есть такое что поражу пастыря рассеются овцы задача это ясно где-то вы ничего этого не испытали которые судите меня вообще ничего не испытали большая страна советский союз наш лагерь единственный был советском союзе православный лагерь единственный но это что то значит или нет советском союзе когда шагнуть нельзя было нигде без присмотра а я начальник организатор лагеря детского православного трудового уже 44 года как без помощи государства собрать ребятишек когда это значит что есть лагерь такой как чтобы было интересно не было повреждения не было отравление где достать помещение где в степи все я в степи организовываю где-то где обслуживающий персонал как питание достать как сохранить детей ночью днем и приезжает из года в год и нападают нападает со всех сторон коммунисты только за один за два месяца с половиной это было девяносто девятом году нас посетили с враждебными целями 15 комиссий краевых это и прокуратура края и судебные органы и районные и средства массовой информации телевидение закрыть лагерь растерзать и ничего не удалось прежде идет о том кто это делать им надо свалить начальника а дальше и все они по телевидению показывают какая у нас мерзость в лагере мальчики с девочками спят там их избивают и там ну что только не знают это ну и как я должен поднять руки и сказать ну все я их кроткий тихий с капустой в бороде не на того нарвались я никогда не знаю позиции просто так когда говорят но я не держусь за свою должность если говорить его немедленно убирать надо надо держаться держаться если это дело твое вот детский лагерь тысячи детей отдохнули лагерь уникальнейший приезжают люди из израиля суда и с греции из бразилии с америки я не знаю откуда только прослышала директор кэстонского института лондона прилетела через останки ну еще вот это значит что ты судишь то тут дальше стоянки своей ничего не видел им главное свалить меня я что долго что я должен оправдаться я подал суд и судился и все процессы выиграл все до одного выиграл это что-то говорит а ты что судишь то как я могу молчать если я сдался значит лагеря не будет не будет значит тысячи детей останутся без крестьянского воспитания вы отвечать будете за то что нападает я на вас еще не имею ни на кого но вы ничего этого не имеете мне нравится четверостишая шата руставели каждый мнит себя героем видя бой со стороны вот и вяжись в это когда прокуратура приезжает когда милиция когда лагерь окружен а вот я должен был придумать обдумать как это было как заблокироваться а сам все хлипкая ограда дети на крышах стоят и непрерывно скандирует какие плакаты написали коммунисты и людоеды руки прочь от лагеря стана дикие звери займитесь своей душой бог не в силе а в правде с такими плакатами стоят и кричать не заходите не заходите один бьет колокол на вышке стоят они ничего не могли сделать какие плакаты заранее надо было сделать как стоять дети чтобы и я не показываю сотнями я на молитве и 15 комиссии с края за 150 километров степь отобьетесь другой случай я возвращаюсь еще не реабилитируем просто помилование вышло двадцать пятого марта восемь седьмого года я освобожден был из лагеря как назвать лагерь смерти вы были там ночью судить это я возвращаюсь оттуда со всех сторон все подозрение сделать ничего нельзя я подаю в суд у меня конфисковали много я предъявляю счет 11 миллиардов согласно расценок государственных что я насчитал что сделал часть осталась сейчас на нашем сайте вы судите зачем судиться за тем что право дано павел требует суда кесаря иосиф говорит напомните им фараона я несправедливо сижу здесь вы за собой научитесь сначала смотреть за мной не надо смотреть не надо потому что у вас ничего этого нет у вас опыта нет вы время у меня отнимаете дорогие мои любезные мои 11 лет идет суд 11 лет это не два дня тогда был еще верховный суд тараса фсср верховный суд ссср а над ним еще президент верховного суда и все утверждает все законно отняли закона и президент какая-то амелия напишет все беззаконно начать сначала я не могу найти в москве и и и мне представитель краевого суда пашков виктор иванович говорит генерал-майор это первое чтобы гражданское дело утверждено верховным судом судом ссср отменили и по новой и дальше я выиграл одну двухсотую часть почему потому что это несправедливый суд несправедливый и они везде стали изымать какие государственные расценки нигде нету на составление фонограмм нету а я когда стал проверять я в новосибирске кемерово на все эти киностудии радиостудии и везде они вырвали это значит чего то стоит если по стране стали уничтожать 550 приказ на телевидении но все равно мы его восстановили а как комиссии смотрите вот я делаю сколько надо счет стоит 11 миллиардов но теме и доминированы деньгами я одну 200 выиграл рассчитываться нечем ну и брось я же христианин не тут то было и вот приезжает сюда мэр города все это решено вот я где сейчас сижу 13 соток центре города и два дома выиграл и как я воспользовался вот одна койка больше ничего нету тут же подписал его другим дом тут же склады для детского лагеря что ты судишь судиться не надо почему не надо то когда мне каноническое правило разрешает судиться с епископом с митрополитом с патриархом каноны вы ничего не знаете вам важно тоже ваш голос том чтобы свалить чтобы дела не было нету деревне 21 тысячи деревень уничтожено 1 21 тысячи больше 400 в алтайском крае ну и что мама решили восстановить да это невозможно но вот и сидите на месте если невозможно возможно получить статус чтобы донести на карте выделили землю я из прокуратуры не вылажу комиссия за комиссией там все уперлись не дают что ты судишь то это единственное поселение во всем советском союзе но уже образовано было уже перестройка шла а мы в это время пошла девяносто первом году приехал батюшка а так как было трудно это невозможно совершенно невозможно лошадь кое-как купили лошадь привязали ее и вдруг он отрывается прибегает батюшка карагио все с тобой и не видит что ему вырвали штырь и железный штырь в спину коню воткнули и коня пришлось потерять поджигает у меня 18 класс раз лагерь сжигали дотла 18 раз что ты судишь-то миленький мой ведь речь-то идет не обо мне если баба не просто бей меня судили я что я один и я с радостью перенесу речь идет не обо мне за мной стоит слишком много слишком много повешено на мне и деревня где поселиться может кто докажет что не лжет не пьет не курит не матерится не ворует когда его в кровоя администрации было не году у нас тут ни одного такого нет тут все матерятся и большинство курят и статистика вся наша врет это вот и все и деревня состоялась играли свадьбы школа открыта интернет государственная школа ну и покажите на 21000 разрушенных сел поселений 21 тысяча в советском союзе было сейчас только наша единственная на таких условиях ты свои деньги еще имею полторы тысячи заявок поступила в первую же осень мы это откликнулись только на 4 потом двое не приехали поняли что нет свои средства постройки и остался только один так это и газеты задействованы и аргументы пакты ну чё ты судишь когда тебе ничего этого нет я тебе отвечал бы а кому отвечать и для меня не авторитет но не можешь ты дать мне совет а зачем вы оправдываетесь я повторяю на мне завезла слишком много задействовано слишком много я веду занятия пяти университетах ну покажите чтобы слово божие преподавали пяти университетах во всех пяти отделах милиции края городскому вода и краевому вода и по районам ну покажите тогда давайте совет во всех воинских частях во всех заводах и фабриках в 13 школах во всех техникумах три программы на радиостанции на телевидении и ты меня судишь советуешь какой-то совет то есть убрать меня и все а за мной гоняются священники статьи опубликовывать центральной газете кто такой лапкин вот он говорит полное погружение да что это он нептуну поклоняется то есть сумасшедшие сборище я должен отвечать этой гостопатриархийной коды как-то и вдруг за меня там союз писателей москва начинали ходатайствовать бог выставляет на мне слишком много задействовал бог бог задействовал я не могу так просто бросить не и как и поэтому я показываю как действовать поступал так и буду поступать как павел говорит еще галатам 1 10 у людей ли я ныне ищу благоволение или у бога людям ли угождать стараюсь если бы я и поныне угождал людям то не был бы рабом христовым вот и все вы которые судите ни разу не были лично не встречались и ничего не знаете вы судите только о человеке а не том что начал к на вас ничего не задействовано тебя ударили ты один тебя выгнали с работы ты один мне нельзя это бросить слишком многое бог дал и апостол павел когда начали его презирать он говорит я более всех потрудился и перечисляет перечислять я я я я почему его не упрекаете за это я мне есть что сказать писание говорит якород покажи веру твою без дел твоих но она и так видно делать они а я покажу из дел моих и потом мне сдаваться нельзя чтобы закрыт лагерь задействовала организации евреев и в нср профессорский трусостав какие на меня получите я их знать даже не знаю лучшие журналисты московского комсомольца краевая газета местное телевидение радио законодательное собрание краевая прокуратура все против было против меня не лагеря и надо выдержать ну прикиньте что я держусь за свою должность я староста кроме того вот в общем пришло 74 там еще 16 человек все до одного через занятия пришли это что-то стоит сколько сектантов разных покаялась священниками стали а ты судишь и вот какой-то там выставит он я тоже там где-то тувинская или какая-то там кемеровская епархия там миссионерский отдел да он не нюхал миссионерского отдела то зачем тебя отдел ты иди а мы прошли купили машину специально от владивостока живем барнауле от находки до лиссабона пройти турцию скандинамию прибалтику и 600 городов и сел практически и ты мне даешь совет как поступать как говорить о чем ну я гляжу никакого совета то не только одно говорится злопыхательство дальше 1 коринфянам 1033 так как и я угождаю всем во всем еще не свои пользы но пользу многих чтобы они спасли я угождаю им у меня есть доступ от господа бога и к мусульманам и к сектантам и старообрядцам откуда только не пришли люди это бог так делает к евреям евреи захватили страну бороться надо надо бороться с евреями надо бороться а как любовью вот привезли ко мне сюда еврея показать какой еврей и как он стал слушать слово божие баптисты привезли он у меня побыл полтора часа православный священник а вот кгб там делал надо бороться надо бороться но и как бороться любовью следователь обращается делать со священником пусть из вас как кто-то хотя бы один обратиться вы же ничего показать то не можете вы то действуете с кем-то прикрытие крыша там епископ у меня никого нету все против меня епископ и патриархия все до одного против меня меня вызывает вызывает как сказать приглашение в америку в канаду я еду кто по миссионерскому фонду впервые за 50 лет один человек я им показываю что я не согласен с вами я этим то там не угождал я им сказал такую фразу которую мне простить не могут я вам хорош любой кто против московской патриархии не единственно понравилось где был я в жордан вильском монастыре вот там мне понравилось ночные молитвы сошлось со мной что оттуда набирали привезли контейнер 12 или 16 метров длины контейнер по берегу я мотался там не крошки не пришло санкт-петербурге все разворовали благодаря не богу книги дошли до иконы дальше 1 иоанна 3 9 всякий рожденный от бога не делает греха потому что семья его пребывают в нем и он не может грешить потому что рожден от бога рожден от бога вы сначала судить или судите на родитесь выше и не грешите языком своим как поступал так и буду поступать павел говорит я говорю это с основанием я проверено до десятого колена меня 26 лет психиатрия гнобила я сдаю экзамены в университет ну там институты училища 14 человек конкурс 14 это не два человека я должен 13 отбросить сам стать я проходил везде конкурсы но только одна неделя меня уже вышвырнули вы это испытали испытали то как мучает психиатрия страшнее чего нет когда каждый сустав ищет свое место новое и сохранить разум но вы судите то в грех себе мне-то вреда от этого нет осуждения то нравственность духовность духовность это не христианское слово горбачевская вы даже этого не знаете в говорю я не говорю к тем то он ролик составлял это хорошие люди я вообще говорю потому что отовсюду это идет дальше 1 вселенкийцам 24 но как бог удостоил нас того чтобы верить на благовестие так мы и говорим угождая не человеком но богу испытывающему сердца наши чтобы богу угождать они людям да вряд ли кого-то найдете игнать все равно как кураев говорил когда его не гнали а мне не все равно я думаю что епископ скажет как верху откликнется у меня нет 38 книг только бумажном варианте выше 38 по 750 страниц и нигде ни одной строчки я не написал в приглядку кому-то почему страх бог да дал мне страх перед ним независим брат родной а вы брату противостоите я не вижу брата я вижу нарушителя я вижу незнание закона и поэтому возвещаю бог дал мне это знать я обязан сказать что сказал бог иеремии не умолкай не молодушествую чтобы я не поразил я принял к себе это мой любимый пророк а я пищник не имеющий никакого образования кроме того что пятьдесят три года просидел у ног христа дальше вторая коринфянам 12 19 не думаете ли еще что мы только оправдываемся перед вами да мы говорим перед богом во христе и все это возлюбленное к вашему назидание вашему какой интонации я говорю это надо быть тихо говорить ты говори так чтоб слышно было вы нигде не найдете в писании он гневается вот их как-то узнал что я гневаюсь если я гневаюсь по по делу если бы гнев был не от бога ян зато узгод бог бы не дал его и кто бы соблазнялся за кого я не воспламенялся воспоминялся ты вспыхнул воспламениться что такое воспламенилась канистра взорвалась я ни разу не потерял самообладание с собой да это недостаток человека это выработано над этим трудиться надо чтобы ты был не безразличен сидит мямли там по часам или где-то на два кресла разлепешился и все по телевизору сидят и все пьют даже здесь срам один да какие же вы христиане и хлюпает носом сидит любого посмотрите кто не и они не могут без этой воды стоять у них все разжижено а ты живи так чтобы тебе можно было говорить два часа три часа и ты даже не вспомнила воде я попутно скажу им судителям 2 коринфянам 5 9 11 и потому ревностно стараемся водворяясь ли выходя ли быть ему угодными ему а поэтому бог смотрит на мою интонацию он знает ее что я говорю это от веры огонь должен быть дальше ибо всем нам должно явиться предсудилище христова чтобы каждому получить соответственно тому что он делал живет в теле добрый ли худой а вот бог будет судить нас какие шрамы на нас остались что языком своим наговорили то есть самые самые не ничтожие какой-то выскакивает и начинает говорить и что неизвестно занять ни за одно слово не отвечает вот сегодня-ка ночь они сейчас мою голову отрезают и там всякие пакости делают представляют это все священники это их паства которая чаще исповедуется чаще причащается посмотрите что они сейчас делают в интернете через подделывают залазят взламывают у меня ролики кролика моим какую-то музыку прилепляет а теперь жалуются я украл эту музыку то есть безумие полное это все патриархийное как я называю патриархийное кодла то есть сброд бешеных собак ничего бог рассудит чем больше клеветы тем ярче пламя будет говорить он златоус это сырая солома она подсохнет и вспыхнет я отвечаю на все одним разом к этому же не возвращаемся не умирайте от страха что я сказал полетал сел сидит дикарь обыкновенный дикарь голубок как они воркуют и что я дарю им жизнь они выдаваться дальше итак зная страх господи мы вразумляем людей богу же мы открыты надеюсь что открыты вашим совестью вот так чего только не придумают вот приехали милиционер соседнего села но он как участковый и председатель совета ничего нет и проходит по ограде у вас коноплет растет коноплинка одна я могу уголовное дело против вас воздвигнуть я бы тебе надоело спокойно жить воздвигай воздвигай как жириновский разговаривает майор или кто погоны сорву завтра же и все его разжаловали я знаю что такое правда а вы не знаете видите все на меня нападает и ты встань на ту сторону где человек один пока не поздно мне нравится фильм моисей когда бог открывал ему закон он говорит это время один по другому подходят к нему кричать не прелюбодействуй один за другим подходит и подходят на этой стороне все будут то что я говорю на этой стороне все святые кто на небе до единого на вашей стороне только сегодняшняя которая есть да и то вы им нужны пока вы здесь они вас бросят одним моментом дальше деяние 4 19 но петр и он сказали им в ответ судите справедливо ли пред богом слушать вас более нежели бога вот мой ответ то какой то еще состоит то 4 20 мы не можем не говорить того что видели и слышали не можем я говорю то что есть 5 29 петр же апостолы в ответ сказали должно повиноваться больше бога нежели человеком истина то римлянам 15 2 каждый из нас должен угрожать ближнему во благо к назиданию римлянам 2 8 а тем которые упорствуют и не покоряются истине но придаются неправде ярость и гнев ярость и гнев от бога получите встаньте скорее на другую сторону дальше 4 вселенский собор 21 правило говорит от клириков или мирян доносящих на епископов или на клириков не принимать доноса просто и без исследования но предварительно исследовать общественное о них мнение и дальше апостольское правило 2 вселенский собор карпагенский и 90 правило еще если не представят доказательств своей невиновности в течение года то уже не принимать оправдание видите вот просто найдите вот это 4 вселенский собор увидите на епископа но епископ человек какая разница если не верите второзаконие 19 19 мы это просчитаем сейчас если ты не доказал а в чем обвинял повинен смерти его сразу убить надо бог знал как это сделать эти люди которые нападают они не знают и вот не принимать свидетельство и там перечисляется огромный список от каких людей которые сами не оправдались обвинения которые под судом находятся той все 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 не принимать интересно что вот это сексотство чтобы отрубить вот это сергианство сергианство это митрополит сергий строгородский пошел на полное подчинение на советской власти восхваляя и вашей радости нашей радости и прочее так вот чтобы этого не было в доме там были люди работали над этим что анонимки не принимать и поэтому которые там аватары разные некий я вообще не принимаю в темных очках не принимаю друзья зачем зачем ни на кого не надо говорить открыто встанью скажи Р.А. Сабитов, доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и криминологии Челябинского юридического института МВД России, заслуженный юрист Российской Федерации. Литвиненко. Литвиненко, преподаватель кафедры уголовного права и криминологии Челябинского юридического института МВД России. Я маленький, я нашел в интернете сказать, что они говорят. В статье рассматривается понятие деловая репутация. Деловая репутация? Ну скажите, у вас ничего нет? Какая у вас деловая репутация? Ничего и нет. Если ты работаешь на заводе, работаешь где-то в фирме какой-то, менеджер, какая твоя? Ну, ничего у тебя нет. Ты один пришел, пришел, нет. Ничего нет. Деловая репутация, когда на человеке что-то задействовано, он мэр города там или еще что-то. Преподаватель. Дальше. Моральный вред. Теоретические и практические проблемы, связанные с защитой деловой репутации юридического лица, акцентируется внимание на отсутствие уголовно-правовой охраны, деловой репутации юридического лица в случаях клеветы. В связи с чем предложено дополнить УКРУ статью 178.1. Клевета в отношении юридического лица. У меня это было. Клевета, просто клевета. И нам кажется, что 119 тогда был. Сейчас поменяли статьи, новые статьи, не знаю это. Ну, клевета развешивают в университете, что потеряевки кого-то ограбили, драгоценности сняли. Ну, такая чушь, слушать даже нечего. Ну, а органы обязаны. Это МОП, как называют они там, общественной безопасности, министерство. Звонит такой, это у нас один был такой, слабенький, а к нему член общины, а к нему приехал отец, подполковник милиции, дружинин Геннадий Петрович. Он, кажется, чуть ли не одна годка со мной. И вот он всякую пакость пишет. И так, Лапкин тут военизированный отряд устроил, тогда ваххабиты не было, это дело-то. И у него там то-то-то и прочее-то, они начали исследовать, но в самом деле он видел. Я вел занятия в высшем летном училище, и когда его расформировали, мне многое отдали. У меня хорошие связи были, там 100 кителей или 70, погоны эти мы убрали, звезды стащили на пуговках. Они одеты ребятишкам, это удобно, комары не прокусывают. Это значит, я готовлюсь в свой Ватикан, то есть отступить от России, ну тут даже вообще нет, исследуют. Но я тогда встречу, мне подал клевета, как их зажали со всех сторон-то. Пошел, а прокурор Октябрьского района широких, Михаил, он за них. Он его милиционер, он его знает, этого сутяжника-то. А я обращаюсь к краевой прокуратуре, у меня прокурор, край близкий знакомый, Параскун Юрий Федорович, генерал-лейтенанта. Этого прокурора по шапке, его нету. А эти теперь дела отменяют, нанощают нового следователя. Следователь этот решила истинно, она, ну узна, действительно, тоталитарная секта там вот эта. И она говорит, а можно к вам прийти, посмотреть у вас? Я говорю, пожалуйста, а можно я с сыном приду? Мальчишка небольшой, лет 9, наверное. Можно. Она пришла у нас на собрание, пообедали тут, а можно, говорила, побеседовать с кем-то. Я говорю, с любым, выбирайте кто. Кончили, она не беседует. А я говорю, что не беседуйте? Да что, большая семья, дружная семья. Моего ребенка возьмете в лагерь. Вот и все. И что интересно. Прокурор тот отменяет. И меня не уведомляет, что то, что уже начато дело против этого милиционера. Нет, 40-й день инсульта, он умер. Который пишет главную статью, лучший журналист. Его находят зарезанным и убитым ли в подвале. Ну, не я же это делаю-то. То есть, понимаете, когда с нами Бог, то большинство здесь Бог. Здесь. И вот они говорят, что нет защиты от клеветы. В уголовном праве потерпевшим от преступления бесспорно признается физическое лицо, которому преступление причинен физический, имущественный, моральный вред. Мне во всех отношениях вред. Вопрос о признании юридического лица, потерпевшим от преступления в теории, решается неоднозначно. Юридического. То есть, я в отделе краевой юстиции, староста зарегистрирован, староста община, начальник детского лагеря. Ясное дело, что оно мне столько задействовано. Если меня оклеветали, значит, все остальное рухнуло. Так, в некоторых учебниках по уголовному праву категорически утверждается, что потерпевшим от преступления, это человек, в отношении которого совершено преступление. Потерпевшим в уголовно-правовом смысле может считаться только физическое лицо. А юридическое лицо является субъектом гражданско-правового отношения. Видите как? Значит, гражданско-правового отношения, не уголовное. Они сейчас стараются поистине разрешить. Многие авторы ограничиваются указанием на то, что потерпевшим от преступления является физическое лицо. То есть, просто как один человек. И не затрагивает вопрос о признании таковым юридического лица. А, это разница большая. Если как физическое лицо, мне и говорить нечего, клевещите, плюйте, делайте свое дело. Я христианин стерплю, но Господь не повелел мне так делать. И Павел говорит, требуй сюда кесаря. И теперь киллеры эти в стороне оказались. А так, убивай и молчи. Павел не молчал. Дальше. Так. Следственная практика. Следственная практика. Вопрос о признании потерпевшим юридического лица, которому преступление был причинен тот или иной вред, также решается неоднозначно. Так, В.В. Афисов изучил 450 уголовных дел о такого рода преступлениях. Установил, что только в 37% из них потерпевшим было признано юридическое лицо. В остальных же случаях дознаватели и исследователи признавали потерпевшим представителя юридического лица. Вот так. Я пишу второзаконие. Второзаконие 19.15. Недостаточно одного свидетеля против кого-либо в какой-нибудь вине и в каком-нибудь преступлении, и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут области человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель, тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя, и прочие услышат ее бояться и не станут предделать такое зло. Я просто вынужден это делать, это прямое повеление, я обязан стать и показать, они лжицы, они клевещут. Это доказано судом был, судом. Я получил компенсацию за клевету, и по телевидению определенный день показали, опровержение. Я что могу сказать? Юрий Соболев, мир вам, Игнатий Тихонович. Это другое, я потом вернусь к этому. Видимо, я не вполне корректно поставил вопрос по первой корректности на 12.28 и АКО 3.1, посмотрел свежий ролик. Вопрос был вот в чем. Если Бог поставляет учителей, то как люди могут делать с учителями? Как? Каким образом? Апостол ведь лишь остерегает, чтобы немногие делались. Но мне кажется, я разъяснил для себя этот вопрос. Учителя это пастыри, пресвитеры. Их поставил Бог, благодать Божия через хиротонию от епископов. А что немногие делаете, означает немногие рукополагаетесь. Объяснение почему в АКО 3.1.2. Так ли, Игнатий Тихонович? И так, и в то же время еще и шире. Не все рукоположенные учителя. Иногда Господь восставляет Амоса, пастуха, и иди. Он говорит, да я только сикамора там собирал, что иди, я послал тебя, иди, немолодушествуй. Вот и весь ответ. То есть, правильно ответил, но это шире. Бог берет из народа, как вот Митар Тарабич говорит об этом, как Сергей Строгородский говорит. В особо такие минуты, я даже могу пока показать еще один раз. Вот, потом. Бог восставляет людей, у которых никакого официального звания нету. Нету. И он ставит учителями. Вот меня когда судили, то судья, краевой суд, и говорит, а скажите вот, почему Лапкин мирянин, так я понял? Да, да, мирянин. А почему священники у него все это брали, пленки и прочее? Почему? Разве он учитель? А они же священники. И выступает одна, которая все прослушала. Вот. Тетя Тоня Бакланова, Антонина Георгиевна, она говорит, а они священники, а Лапкин, он священник для священников. А они учителя, а он учитель для учителей. Геннадий Фас говорит, я преподаватель в университете, но учебники я не составляли, это другая образа. Так вот, Лапкин тот, который составляет учебники. Я себя не считаю никем, еще раз говорю. Я всего лишь сторож и печник. Больше никакой должности у меня нету. Если я не проповедую, это не моя обязанность, я просто могу свидетельствовать. Из письма отца Георгия Эдельштейна от Сундре Кураева. Вот что написано, какое есть. Вот что он пишет, ну вот, себя зафиксируйте, а я сейчас маленько отойду, а с этой покажу. Вот считай, что он пишет. Уважаемый отец Андрей, несколько мелких уточнений. Это мне кинули эту данную? Да, это необходимо просто. В редакции еженедельника АЭФ я был... Аэгурменты и факты. Ага, я был один раз в жизни. ЛМФ Тимофеев попросил отвезти туда его статью. В коридоре меня встретил Павла Лукьяншенко. Я был в Рясе и спросил, не соглашусь ли я дать интервью. Мы беседовали более полутора часов. Текст интервью был сокращен несколько раз. Во дворе редакции меня фотографировали, в газете фотографии не появилось. Павла Лукьяншенко я никогда не встречал, ни до, ни после этого. Понятно, то есть он говорит, что этого не было, что о нем пишут, что там дальше. Буду благодарен, если участники дискуссии вспомнят, кто скрывается за кричками. Святослав, Антонов, Аббат, Адамант, Островский, Дроздов, Скала, Алтарь, Михайлов, Павел Реставратор. То есть в КГБ, когда стали открывать это дело, а все зашифровано. Кто такие это? Могу сообщить еще 20. Специальная комиссия Верховного Совета по изучению причин и обстоятельств ГКЧП направила в Священный Синод официальный доклад о проникновении спецслужб, руководящей структурой РПЦМП, в первую очередь в ОВСЦ. Венешнее церковное сношение. Насколько я знаю, руководство Московской Патриархии оставило официальный документ без ответа. Вот эта Патриархия никогда не отвечает. Почему? Ответ говорит, а ничего, самоубийцы. Ну и дальше. Отец Евгений Никитин на епархиальном собрании ничего не говорил. Первым выступил председатель собрания протеерей Александр Андросов. Ректор наших духовных семинарий. Потом отец Евгений Никитин говорил мне, что отец Александр Андросов сексот. Ему пригрозили, что отправят пыщук Павина или Боговарова. Ну то есть слушай пониже, понизят и все. Десять лет я ежегодно спрашивал архиепископ Александра, что делает комиссия из восьми молодых архиереев. Он отвечал, что комиссия работает очень активно, и в ближайшие годы будут опубликованы сенсационные материалы. То есть поток, что архиереи, Московская Патриархия, это КГБшники, краснопогомные архиереи. Все сто процентов. Но некоторых все-таки как-то засветили. В апреле 2003 года я написал открытое письмо президенту Владимиру Владимировичу Путину. В мае оно было частично опубликовано в газете Московские новости. Если Мирскому, то тут опубликовано, известно, хотя бы частично. Несколько дней сотрудники газеты звонили архиепископу Александру. Он беседовать отказывался. Наконец к телефону подошел архимандрит Геннадий Гоголев. Сегодня он епископ в Казахстане и сказал, что комиссия не собирается. Не собиралась. Ни разу. Так как ей не были предоставлены никакие документы. То есть та же ложь. Тройная патриархийная ложь. Везде ложь. А ложь от дьявола. Ну я определяю, кто это говорит. До этого работают усиленно, скоро опубликуют. Не работали, ничего не было. С ними знать-то нельзя. И нас туда тянут. Сохрани Бог. Да помилуй ты, Господи. О чем говорите? В 1987 году я был запрещен в священнослужении архиепископом Михаилом Мудюгиным. Не за критику и сергианство, а за в кавычках пребывание на приходе лиц в количестве 41 человек, не имеющих отношения к Вологодской епархии. Кавычки закрыты. То есть за организацию в 1986 году летнего детского лагеря в селе Ломанихо в Вологодской епархии. Видите, как можно? 41 из другой области были, а тут, говорит, за пребывание на приходе лиц в лагере. То есть все ложь. Громкая полемика вокруг, кавычка, голубых. Андрей, он Андрей пишет, Кураеву. Который вы ведете уже не первый год. Кажется мне никчемной затеей. У нас у всех одна болезнь. Сергианство, то есть краснопоповство. Обновленчество под личиной древнеправославного благочестия. Вот так. С уважением, священник Георгий Эдельштейн. Дальше. Именно голубая тема помогает глубоко раскрыть сущность не то, что сергианства, но прогрессирующей нынче Никодимовщины. Тут разверзаются такие бездны лицемерия. Это патриархии бездна лицемерия. Грозные клеймения Георопы на фоне садомистской заразы в самых верхах церкви. Уничтожение священников архиереями, самодурами за мелкие надуманные прегрешения. На фоне толерантного заметания тонн голубого ссора под коврик. Призывы к скромной законной жизни на фоне одурманивающей роскоши к совершенной наглой безнаказанности. Где педарастия и развращение юных получает питательнейшую почву. Конец бесконечен. Это не Игнатий говорит. Вы там еще отскребитесь, как Солженицын говорит. По хребту проскребите, вам не до меня будет. У меня вы ничего не найдете, кроме того, что моя жизнь не такая, как ваша. Не такая. Вам ее никогда не повторить. И не стремитесь к этому. Сергеянство, голубое лобби – это все стороны одной медали. Попустительство голубизни и продвижение подобных персонажей по карьерной лестнице – это и есть борьба с церковью изнутри, через разложение. Поэтому эти две проблемы ни в коем случае нельзя разделять. Раскрывать архивы и передавать классности и все подобные прецеденты с последующей иллюстрацией. Выводом за штат и запретом на церковное служение. Ну и то, что РПЦ является неканоничной раскольничьей сектой. Так другой-то нету. Ну, то есть, это самая большая секта московской патриархии. Это во всем, понимаете, про полностью отсеклись от Евангелия, от Библии, от канонов, канонов подряд. Повторяю, из 719 действующих, 413 каждый день попирается. Им до меня ли дело. Я говорю о том, что о мне ролики составляете. Да одно это уже говорит, что это стоит. Больше заняться нечем. Дальше. Буду благодарен, если участники дискуссии вспомнят, кто скрывается за кличками Святослава. Ну-ка, давайте, вот теперь, кто такой Святослав? Святослав, глава отдела внешних церковных осношений, московского патриархата, митрополит Никодим Ротов. Дальше. Антонов. Митрополит Киевский, всея Украины, Филарет, Денисенко. Вот он как, кличка его КГБ-вская, стиксота. Аббат. Митрополит Волоколамский и Юрьевский Петерим, Нечаев. Адамант. Митрополит Крутицкий, Коломенский, Ювеналий, Паярков. Председатель отдела внешних церковных осношений, московского патриархата, 30 мая 1972 года, 14 апреля 1981 года. Островский. Митрополит Минский, Филарет. Дроздров. Дроздов, патриарх Алексей II. Михайлов. Глава отдела внешних церковных осношений, московского патриархата, митрополит Смоленский, калининградский Кирилл Гундяев. Ну, запомните, Михайлов его. Михайлов. Гундяев фамилия это Гражданская, а Михайлов КГБская. Павел. Митрополит Воронежский Мефодий. Это на 100% уже все выверено, уже все сверено. Реставратор. Архиепископ Виленский и Литовский Хризостом. Марктикшен. Могу сообщить еще 20. Ваше пожелание выполнено. Теперь ваша очередь выполнить обещание. Начните, пожалуйста, с агентов «Скала» и «Алтарь». Как жаль, что патриарх Алексей II оказался в этой компании. Странный... А то кто-то говорит, а то другие разные люди отвечают на это. Странный вы народ, блатные, как собаки-жучки. Ни имени, ни роду, одни кликухи поганые. Вот кто вы такие. А почему я говорю «кодла»? Кодла – это сброд бешеных, некормленных, диких, агрессивных собак. Дальше. Громкая полемика вокруг голубых. А ну это дальше он говорит. Теперь что? Мелко плавает отец. Главная болезнь – невозможность обожения в рамках церкви. То есть сделать его святым, чтобы к этому стремяться. Это главное, для чего существует церковь. И с этой задачей она не справляется. Отсюда второстепенное лицемерие. Подмена духа нравственностью в лучшем случае. Все это копается в себе. Вот я несовершенный. Вот думаю что-то в себе. Да ты рожден свыше. Он не грешит. Он уже не понимает, что это такое грех. Отошло от него. Он просто живет в другой сфере. А это одно всю жизнь себя исследует. Исследует там смирение. Все это наворачивает. По матронушкам лезут. Совершенно неверующие люди. Тоже читал бумажки из архивов КГБ в интернете. Меня всегда интересовало, кто скрывался под кличками Миссионер и Иуда. Впрочем, это вполне мог быть один и тот же человек. Миссионер Александр Мень, отец. Но эта кличка не как агента, а как объекта разработки. Вот интересно, я когда вернулся, я в КГБ сделал запрос. Под какой кличкой меня разрабатывали? Ну, куда было? Официальный ответ пришел. У вас клички не было. Просто вы как Лапкин Игнатий Тихонович, так и шло. И у меня очень близкое знакомство там было, сохранилось. Просто дружеское с полковником Никулиным Юрием Михайловичем. Он меня из тюрьмы привез на машине сюда. Потом книги приезжал, покупал здесь. Интеллигент настоящий. Не было ничего, я в это поверю. Нужно было радиостанцию открыть, как давали разрешение. В то время и мобильных телевизоров не было в Потеряевке. Вот так. Не было. Я спрашиваю всех, которые там были у Баптистов, вас вербовали? Всех до одного, отца Глеба, всех вербовали. Ну, не соглашались здесь, а меня не вербовали. А почему? Все, как это так? Всех вербовали, вас нет. Да и так, я с первой же минуты, вот с первой минуты, начинал следователя вербовать, зомбировать, как говорят, говорить ему о Христе. У него даже в мыслях не было. Следователь у меня обратился, принял погружение, полное, обратился начальник тюрьмы, умер по-христиански. Ну, покажите ваши плоды. Это Бог делает, это благодать Божия. Хвалюсь благодатью. Сам я ничтожен и никто. Дальше. Покойный духовник епархии каждую постовую проповедь в монастыре начинал с тени юродства, с рассказа о вербовке будущих епископов. Если подписал предложенное тогда, то давно был бы епископом. А так жалкий архимандритишка я. А что, пускай еще 20 добавят и напишут, кто есть кто. То есть клички других, которые там есть. Для потомков, чтобы гади не канализировали. Проникновение спецслужб в ряды РПЦ повеселило. Ну, видите как, я даю материал такой, очень большой. Вот дальше что пишет Александр Борьясов. Миро Магнат Тихонович, я буду с вами общаться только в мой мир. А то в одноклассниках непонятно. Кто-то в ваш профиль фотографии вставляет лицо другого человека. В общем, как-то все непонятно. И я заблокировал этот профиль. У меня с вами только три места для общения. Это скайп, мой мир и форум с вашим сайтом. Спаси Христос. И главное, мне сообщают, опять там какое-то интервью. Опять меня где-то отпинали. Не знаю ничего этого. Я благословляю всех гонителей. Господи, благослови их. И в судный день не поменеем этого. Они не знают, что творят. Мой учитель меня научил этому. Если я где-то говорю о себе, что показать, но у меня слишком много задействовано. Если нет начальника лагеря, лагеря и нету. Тогда все ложно. Никак. Нельзя этого мне. Уличная евангелизация в Израиле. Сделайте вот это и запишите. Дальше. Наталья Синицына. Что интересно, Наталья Синицына, а я кормлю синичек. Я ходил в холодильнике, директор завода здесь. Холодильник Хосанова. Директор, фамилия Холодилин. Интересно, как. Вот там Стрелков сейчас вот на Украине. А сам стреляет как раз. Вот интересно, что. Я сейчас не могу ошибиться. Кажется, крестьянка или где-то там в журнале было. Ну так, кухня готовит. И главный специалист, фамилия Пахлебкин. То ли у Бога это все заранее, или предки были к этому склонны, или как. Я нагло синицы, и про синичек у меня стоит. Благодарю вас за всех животинок, от чистого сердца. Дальше. Семья Домнич. Вечер добрый. Если интересно, тут ролик с Афона. Корулья. Живая книга монаха Афанасия. Беседа о важности соблюдения церковных канонов. Вот он, вот он, есть, зарядите. В ревную тоже, как и вы. К слову сказать, монах Афанасий был в 2015 году на Майдане. С экскурсией общался с молодчиками правого сектора. Как его не побили? Слава Христу. Но трудно ему было, и правый сектор не игил, конечно. Но все же не испугался и приехал. Вот где это написано. Вот себе зарядите, перей. Ну так. Миром, Игнатий Тихонович. 13 января Сергей Козлов опубликовал свою беседу с Александром Андруйсенко. Вы, наверное, уже видели. Все на ту же тему. Ваш образ жизни и смирение. То есть, мой образ жизни не смиренный. Смирение, то есть, это как бы причина какая. Ну и что? Ну и один раз сказали, я как поступал, так и буду поступать. Я вам отвечаю. Вы не до конца это знаете. Я уже маленько показал вам. Сейчас покажу, как другие люди, которые встречались, думают. Я четко осознал, что братья ищут не там и не то. И вся ситуация удивительным образом повторяет много тысяч лет назад происшедшие события с Ивом и его друзьями. Пришедшим помочь Иву найти причину его болезни и трагедии с его семьей. То есть, 3600 лет назад Иву было. Дальше. Это грех. Ты согрешил это возмездие. Пойми и покайся. Вот грех, грех, грех. Это мнение со всех сторон. Да нет в этом греха, что я разговариваю, так и голос такой. И как-то раздражаясь. Чего вы придумываете это? Я не раздражаюсь. Я говорю громко и воспламеняюсь, как Павел говорит о том, что вы губите народ. Почему вы решили, что образ христианина должен в руки между колен и голова туда же? И, говорится, капуста в бороде. Не на того, говорится, нарвались. А если бы я был такой, у меня бы ничего не было. Дальше. Говори. Добрая. Да, Нина. А я не знаю, как тебе. Разрешили они? Нет, не надо. Пришла маленько, постояла перед самым ходом. Опять дома молись совершай. Это, к этому будет конец. Исаак 20 лет молился о бесплодной Ребекке. И, наконец, Бог ответил. Мерзни на улице и все. Поп тебя не пускает. Причин никаких нет. Ты возле храма молишься. В храм не запускает. Пусть все видят настоящий лих московской патриархии. Ты подвиг несешь. Мокрый, дождь, все, стой на улице. Он тебя не запускает в храм. Не почему, только то, что ты с Лапкиным знаешься. Правильно? Вот все. Это единственное... Да. Все, мы на эту тему сейчас записываем ролик как раз. Это Клочкири, Брехинский район Алтайского края. Правильно говорю? Да. Смещенник Игорь Чернодаров. Правильно? Да. Он теперь... Он теперь... Он теперь... Он спиридон теперь. Ну ладно, пускай. Пускай. Ну все, пока не на... Иди с Богом. Стой на улице. Не заходи, пока архиерей, говорит, не даст указания. А ему уже три раза давали, он не слушается. Не пускают в храм. Вот доказательства. Сколько ты стоишь? Сколько ты уже там стоишь на улице? Девять месяцев. Ну скоро рождать уже. Давай с Богом. Давай. Дальше. А Иов ни в какую. И отвечает дерзко. Он на суд Бога вызывает. Всего... То есть он не сисюхой. Даже с Богом говорит, требую суда. Я не повинен. И Иоанн Златоуст говорит, вот представьте, потерял детей. Десять в один день. Жена восстала. Самый богатый человек Востока. Самый бедный. Ничего нету. И дальше от подошвы ноги до теми иголы проказа неизлечимая. И он вытерпел. Ни слова не сказал. Бог дал, Бог взял. Но когда стали незаконно обвинять его, он не вытерпел. И требую суда, Боже, требую. Как будто Бога за грудки берет. Я докажу. И вот это и результат. Это на меня точно так же. Перед Богом. И считай дальше. Все его поведение, казалось бы, полностью подтверждает правильность суждения друзей об Иове. Ты горд. Что ты себе возомнил? Вот именно мне там все говорят. Гордец какой, как. Ну, читайте. Прочитайте книгу Иова хотя бы один раз внимательно. И где говорят друзья, все правильно. Говорят, а за что их Бог осудил? Отверг. Молитвы от них даже нету. Они будут тушиться, молиться, а ничего не будет. Жертву приносить Бог не принимает. Заодно только осуждение многострадального. Вы не в тюрьме не были. Вас не пытали. Меня 26 лет психиатрия только гнобила. 26 лет. Вы не знаете, когда тебе вот такое тело делает, раздувают мехами. У меня руки сейчас не шевелятся, вывершены. Там сотрудники выворачивали. У вас ничего этого нету. Кого вы судите? Зачем? Это тело мне не принадлежит уже как будто бы. Дальше. Я написал. Может быть поймут свою ошибку. Да. Написал. И было после того, как Господь сказал слова Те Иову. Сказал Господь Елефазу, фемонетянину. Горит гнев мой на тебя и на двух друзей твоих за то, что вы говорили мне не так верно, как раб мой Иов. Итак, возьмите себе семь тельцов и семь овнов, и пойдите к рабу моему Иову, и принесите за себя жертву. И раб мой Иов помолится за вас, ибо только лицо его я приму, дабы не отвергнуть вас за то, что вы говорили о мне не так верно, как раб мой Иов. 20, 42 глава, 7, 8 стих. Вот написал он Михаил Кальмаев. Ну, пускай написал, хорошо. Иов, это Игнатий Тихонович Лапкин. А друзья, это вы, Сергей с Александром, и те, которые выискивают грех там, где его нет. Вот, видите как, я не заступаю за себя, находятся люди, которые это видят. А вы согласны с этим? Абсолютно согласен. Абсолютно. То есть, я не о конкретно этих людях говорю, нет-нет, это хорошие, добрые люди. Я вообще о всех говорю. Об этих людях ни одного слова я сказать не могу, кроме благодарности. И они, может, специально это сделали, договорились, чтобы тему эту поднять. Николай Негоголь. Будь я на его месте, то сказал, это лестница в небо. А так тебе. Тогда бы не пришлось бегать. Вот так. А так тебе, Никита, давай. Стюра Пирогова. Потрясающее видео. Спасибо вам, Игнатий Тихонович. Бог много делает через вас. Храни вас Бог от мракобесия. Ну, вот так, когда нападают мракобесы. А о чем здесь? А ничего особенного, собачек кормлю. Татьяна. Благодарю, Игнатий. У вас много сайтов. Как вам только время хватает? Когда у меня не было ноутбука, мне батюшка давал кассету сборную. Там было много фильмов православных. И был фильм о вас. Вы там рассказывали всю свою жизнь. Мне было очень интересно. Там постоянно был слышен шум проходящих поездов. Потом вы были на крейсере с ребятишками. Хочется снова его посмотреть. Я у вас искал, а не нашла. Может, название подскажете? И еще давно хочу спросить у вас. Вы живете в своей общине. У вас есть батюшка? Есть. Отец я родной. Отец, говорю. Брат мой родной. Отец Яким. Он заканчивал московскую семинарию. Сейчас он лет 36. Или сколько он в этом звании своем? Он же 30 лет рукоположен. У него все законы. И когда предлагались кандидатуры на епископа, там 2 или 3, ну там за и против, за него все до одного проголосовали, архиерея, за, за, за. Но он отказался решительно. Тогда приехал архиерей сюда и меня уговаривал. Ну, говорите брата Якима, чтобы согласился быть епископом. Я говорю, ни под каким видом. А тогда стали писать, вот видите, Бог не сподобил быть епископом, а значит не угоден. Ну, то есть люди суда Божьей не верят, что будет. Совершенно. Вы не признаете московский патриархат? Нет, признаем. Это неправильно. То есть признаем, что это благодатная церковь. Дальше. Если найдете время, пожалуйста, напишите. Храни вас Господь. Где искать вот эти фильмы, вы говорили? Ну, смотрите на нашем сайте. Там вы найдете. Все. Есть. Дальше. Еще делает. Лазит. На ножки я ему пришил эту тряпочку где-то. Ему надо охота в ту комнату попасть. А ты стоишь, он, видишь, дикарь. Совершенный дикарь. Давай дальше. Приручили. И приручатся эти, кто говорят против. Еще, еще. Дальше. Это я прочитал все уже. Прочитал все. Ну, вот так. И сейчас мы пойдем дальше. Что поступило за это время? Я покажу свой листок. Вот он я. В моем мире. Заходите ко мне в друзья. И отсюда будете про книги узнавать. Все. Игнатий Лапкин. Тут несколько Игнатия. А один Лапкин один. Почему один? Потому что Лапкин Игнатия у меня своровали. Блокирует. И еще нельзя сделать. То есть на меня столько нападений. Вот. Сделать надо новый пароль. И пароль приходилось менять до пяти раз в один день. И там еще не могут понять в администрации. Что у вас делают? Почему совсем лезут-то? Я уже разные, разные, разные. Там где-то. И сорок, сорок. Букв должно быть. С цифрами перемешано. И где-то все. То ли кто-то покупает или что. Всякие пакости делают. А вот другой листик контрольный. Там я с Голубем. Так вот надо на это заходить. Где в шапке? И вот смотрите. Вчера что было? А вот Володя вчера насчитал о клятве. И уже я перетащил с этого. Вот здесь. Сколько у нас здесь видео? 2273 ролика. И фотографии. Фотографии 18380. Милости просим. Вот наш видеоканал. Больше 4000 роликов. Так. Вот посмотрите где. Вот видите как открыто. Ну вот здесь есть. Ну по порядку идут какие ролики. Завтра вот этот будет стоять. Вот здесь. Что тут написано? Загрузки. Нет. Главное. Главное. Нажал главное. Смотрите как будет. Главное. Вот теперь по другому показывает. И вот здесь вот пониже. Жития святых. Вот. А здесь вот написано. Если ткнуть. Все жития святых откроются. Это на нашем сайте. Ну нашем сайте. Вот он сайт. Посмотрите Библии. Вот он. Видите какой. Наш сайт. Вот это на нашем сайте. Там насчитано аудио. И теперь кто-то обрабатывает вот эти. Ставит. Жития святых. Признаю я святых или нет. Такого в интернете нет нигде больше. Нету нигде. И не было. Это принадлежит мне. Это мой труд. 1173 ролика может быть. Житий столько. Видите как. Ну вот я показал где нужно. Теперь вот пишет мне уже на форум. Да именно сами пишите. Ни ВКонтакте, ни там я не бываю. А только здесь. Роман. Доброго времени суток, Игнатий Тихонович. Спешу поделиться важной информацией, актуальной на форуме. Старокатолики утратили рукоположение, поскольку допустили к всему таинству женщин и открытых садомитов. Ветеранский лжеепископ не больше чем клоун, поскольку является женатым человеком с рукоположением. Поположен непонятно кем. Он даже посмеивается, что дети, которые бегают по кирхе во время мессы, пытаются столкнуть его у алтаря. И говорит это во всеуслышание на YouTube-канале, прикрывая это объяснование заповедями. В пустоте. Пустите детей к Богу. К Богу, да. Я не буду дальше считать, просто прочитайте. Сейчас слишком большой у него. Голос тут. Слушай, смотри. Вот это покажи. Чтобы они могли смотреть. Вот на Украине что тут есть. Здесь от Сынюк Савинталов, от Турчинов-Баптист на Майдане. Теперь вот снова вот это, посмотри. А вот тут он пишет о Никите. Никита, считай. Вот отсюда знаю. Знаю, что ваш подопечный Никита тоже попался на уловки еретиков. Где ты как попался-то? На Украине когда был. Каким чином вы его принимали? Ну, никаким чином. Никаким чином не принимали. Он крещение принял и все. Крещение. У него не было крещения. Откуда он знать? Я нигде не говорил того, где я попался. Откуда он взял все это? Ну, не знаю. Ты с ним будешь разговаривать, если выйдет. Ладно. О греках. Расстроился. Поскольку вы укрепили их в их заблуждениях. Старостели, которые в силу разные. Ну, и так дальше. Вот смотрите, что. Прочитайте. Он попросил такое еще. Вот. Как думаете? Вот отсюда начни. Как думаете, стоит ли кроме брюшной темы поднять тему шнурков? Задницы бикини, которые оскорбляют христиан пуще брюк. Надеюсь, что протянул к тому, кто край жезла. Видишь как? Да. Ну, и теперь он вот об этом вот пишет. Вот Никита, просто хотелось бы, вот отсюда посчитай. Хотел бы, чтобы Никита в ваших роликах больше разговаривал на родном языке. Поскольку треть форумчан, его соплеменники, им было бы приятно услышать родную речь в далеком Барнауле. Ну, теперь вот отсюда посчитай по-украински. Давай. Кстати. До речи благоуствоваты вейсковым встречались. До встречалось, чьи вы зными. В храмах богато житий, матрёнышек, сёнышек и инших стариц. Священное писание можно найти мало. Где не кажешь уже о толкувании и... Ну, трудно сразу, ладно. Думаю родной язык русский. Ну, теперь кто-то еще пришел. Серж Сергеев, 28 лет, село Алтайское, Алтайский район. Видите, как взялся. Что полголовы и в очках. Это уже больше никогда не буду разговаривать с человеком. Он хороший может быть. Полное лицо, открытое глаза, открытый взгляд. Вот как моя фотография есть, подражайте мне, как я святым. Дальше. Здравствуйте, как ваше здоровье? Ну, слава богу. Как Потеряевка, я скорчено родом. Сейчас проживаю в Белокурихе. Хочу к вам. Михаил Никитин... Ну, хочу к вам. Что значит хочу к вам? Что непонятно, кто такой. Видно, что... Даже не видно там. Видно усы только, что нет усов. Кого? Я хочу к вам. Да мало что ты хочешь. Михаил Никитин плохо о вас отзывается. Но я ему рот закрыл. Вот наш бывший Потеряевский туда уехал, у них кочено, плохо отзывался. Ну, что плохо отзывался? Это только делов-то. Ну, я ему рот закрыл. Мои люди православные живут без обманщиков. Хочу к вам. Хочу к вам. Ну, у нас... Вот человек 5К сейчас там должен быть. Смотри, там. Вот мы. Им охота в той комнату. Ничего нет. Ну, чего вы, мои хорошенькие? Вот они где. Дальше. И что? От мира плохого. Проезжал полями от ребрихи. Всегда останавливаюсь... Сегодня. Как там погода? Ну, там вопросы такие. Это все можно узнать. Дальше кто говорит? Александр Гебержевский. 40 лет. Первомайская Украина. Игнатий. Спасибо, братик, что вы у меня есть. Простите, что братик вас назвал. Я сам и так желаю самому. Это ужас. Вы мне как папа. Вы очень замечательный. Действительно, как папа мне. Да, это все. Роман. Опять Роман. Также желаю добавить, что данная религиозная ситуация проявляется через неблаговестие. Потому в моем городишке 18 тысяч человек есть. И адвентисты, и баптисты, и лжесвидетели. Недавно открылись пятидесятники. Действует армия спасения. Кстати, как благовествовать армейцам? Встречались ли вы с ними? Это никакая не секта. Это не секта. Они там распространяют, помогают и прочее. Как? Как нормальными людьми? Говоря о православии, тут разницы-то никакой нет. И что дальше? Храма полна житий. Матрионушек, иксенушек, иксенушек, и прочих старец. Святое писание можно найти мало где, не говоря уже о его толковании и о сочинениях святых отцов. Хотя хатихизация таки есть. Батюшка популярна и очень посвященному писанию, и отцам разъясняет остальное. Приходится доставать с интернета. Какое состояние старобрячества? Уже погибает или еще порыпается? Порыпается. Много ли старобряцев было потерявки в вашей держащей юности? Ну, половина примерно была, половина-то. Если на 150 человек, это примерно так. Инга Сергеевна, 26 лет, осильники России. Здравствуйте, подскажите, как можно позвонить вам на скайп? Очень просто. Берите и звоните, заходите в скайп. Раньше было написано Игнатий 10, сейчас может быть Игнатий 001. Потому что тут недавно была какая-то неприятность по скайпу, что-то вырубалось, и пришлось... Ну, теперь у меня два, две страницы. Не, ну, только 10, только один можно выходить одновременно. А? Только на один можно звонок звонить. Можно один? Да. Ну, вот, значит, 10 так и осталось, наверное. Да. Да просто заходите, попроситесь и скажите, кто вы, и я вам открою и приму. Ага, позвоните, предварительно туда написал, чтобы согласовать время звонка. Игнатий 10. Ничего не получается, плохо разбираюсь в компьютере. Я набрала, да, было, да, ну, конечно, куда она. Информация приобретения Игнатий, извините, а на скайп просто можно... Так это в скайпе нужно вводить, а не в бойсковую строку. Это само скайп. А, там по скайпу, это по скайпу. Кто ее звать-то, как? Инга. Инга, интересно. Да, в скайпе поиски, да в скайпе набирайте это. Спасибо огромное. С Рождеством Христом не могу загрузить скайп. Хотелось зарегистрироваться на форуме, ничего не получается. То фото большое, то код неправильный. Скажите, а там все заполнять нужно? И осекью номер, и домашнюю страницу, и на сайт не могу подписаться. Спаси и сохрани. Ну, я эти вопросы не отвечаю, кого-то рядом спросите. Это такие простые вопросы. Захарий Шостаковский, 43 года, Киев, Украина. Игнатий Тихонович, здравствуйте. Меня зовут Захарий. Я живу на Украине и в Киеве. Случайно попал на ваш сайт, и ваши видео мне очень понравились. Я давно ищу Бога, но я не знаю. Одни говорят так, другие по-другому. Я совсем запутался. Очень хотел бы поговорить с вами по этому поводу. Ну, вот в скайп заходите, и мы поговорим. Вот, у нас уже второй час идет. На этом мы закончим. Сегодня у нас такой большой материал, что половину даже я не успел сюда поместить. Ну, не успел, не вошло. Хотелось попутно еще сказать, вот пришло, что это? Техническая поддержка, посещение. Вот я открываю, посещение. Вот, прочитай немножко, что пишет. Добрый день, Игнатий Тихонович. Получил сегодня сообщение от Никиты Игумена, о котором вы так... А вы в Финляндии служите? О котором вы так тепло отзывались в записи во время поездки по Европе. Прошу прощения за задержку, но это не от меня зависит. Вот сегодня, 16 января 2016 года, получил его послание. Не сразу переправляю, а, видимо, сразу же следует задать вопрос о компенсации почтовых расходов. В комплекте открытый умолком недостает томов 1, 2, 16, 20, 21. Также нет в этом комплекте симфонии по штихам святых. Можно ли как-то найти эти книги и переправить в Москву? Откуда бы их уже забрали в Финляндию? Видите, это несколько экземпляров, потому что мы сломались машины, и через них, через Эстонию отправляют в Финляндию, а там Норвегия, Швеция. Ну, в Дании мы были уже. Вот, и тоже там надо переправить как. Так, ну, дайте теперь, я отвечаю, дайте точные адресы, что расходы оплатите. Книги бесплатно, но расходы не могу, у меня пенсия 6200, кажется, или 500 рублей. У меня нет ничего. Отправлять мне не на что. Какие это? Я могу найти первый том? Это только для библиотек, для, там, куда идут, центральной библиотеки страны. Том первый кончился, второй есть, 16-й есть, 20-й том есть, 21-й есть. То есть это я могу послать. С первым только вопрос, потому что первый закончился. Ну, может, для вас найду там один том. Спасибо, Господи, Валерий. А дальше что было написано? Добрый, как поживаете? Разговаривал сегодня с отцом Никитой. Он сказал, что не хватает нескольких... Ну, вот это говорили дальше. У нас... Дорогой написали. У нас сломался двигатель полностью на пути в Осло. За 200 километров эвакуатор снял с нас более 1000 евро. В Финляндии нам уже не бывать. Сейчас мы в порту Карлсхам по пути до Калайпеды. Мы вам везли многоценные подарки. И могли бы их оставить в Москве у отца игумена Кирилла. Сахарова на Бересеневке, улица Набережная, 22. Храм Никола, 200 метров от храма Христа Спасителя. Ответьте, сможете ли забрать. С угуменом Никитой в Хельсинке я вчера разговаривал. Он сожалеет о случившемся. В Стокгольме мы уже никогда не будем. Простите, Игнатий. Ну и дальше все эти данные я просто покажу, чтобы потом могли они откопировать. Никакой тайны-то нет. Вот оно, какая переписка была. Какая была у нас переписка. Ну и на этом все. Ну попутно еще. Вот отец Наум прислал мне давно уже. Смотрите вот что. Будьте внимательны. Грандиозные. Вот это вот зарядить надо. Вот вверху, чтобы видно было. Сделай так, Наум. Пользоваться. Кто это сделал? Уйдутель Эдуард Бляхин. Это по Иерусалиму. Открывается. Где ткнуть-то мне? Покажи. Где ткнуть что? Вот здесь. Вот здесь. Сотни фотографий. Вот здесь, да? Вот здесь. Да. Вот смотрите какое. Вот я его ткнул. Вот посмотрите, что открывается. Это вообще чудо Божье. Что сделали? Ну просто попутно сказать. Вот смотрите. В Иерусалиме. Церкви где? Центр города. Ну что-нибудь. Никита, покажи куда ткнуть. Вот это что за Эйн Керем? Эйн Керем. Вот это вот. Я ткнул. Смотрите, ткнул. И теперь? Теперь пошли. Посмотрите. Какие идут. И тут видимо каждую надо открывать. Вот она идет, открывает. Ну то есть очень-очень хорошие снимки и богатые. Это отец Наум. Это еврей, который в моем доме обратился и стал священником. Ну и все остальное проще. Это он. Он Наум Израилевич. Видите как? Это плоды. Так. Я многое не успел сегодня сказать. Если можно будет, то сегодня бы сделать еще ролик, чтобы закончить на это дело. Богу слава. Начнем сразу второй. Покажи, как кончается. Продолжение следует... Продолжение следует.